Великому Айвазовскому и ученикам его благодарная Феодосия. Совсем скоро фонтан-памятник доброму гению Феодосии заиграет новыми красками. Не отстаёт и недалеко расположившийся парк Юбилейный. Обе общественные территории готовятся предстать перед жителями и гостями города во своём величии. Работы, которые предусмотрены по данному проекту, это замена тротуарной плитки, в частности мы идём уже, это противоскользжение плитка, скрепление мраморной крошки, такая очень современная, хорошая. Рабочие на двух объектах трудятся практически круглосуточно. Дедлайн 1 июля. К этому сроку территории подрядчик должен сдать. Эта отремонтированная дорога ведёт прямо к городскому пляжу. Единственное отличие покрытия от всех остальных – цвет. Слегка шоколадный оттенок получили в результате добавления колера. Своеобразное ноу-хау в дорожной сети Феодосии. А на улице генерала Горбачёва завершился комплексный ремонт дороги. 615 метров – такова её протяжённость, и мы на городском пляже. По дороге вдоль газона посадили более 2000 роз. Пока цветы только приживаются, но в будущем будут украшать одну из центральных улиц города. Этот бульвар также постепенно приобщается к реновации. Придомовая территория – самая большая в городе. Изюминка в том, что работы по благоустройству ведутся комплексно. Одним из тех, кто жаждал позитивных перемен в своём дворе Михаил Кулёв. Рассказывает, отсутствие спортивных площадок для детей, тротуар, не прошедший проверку временем, и много других не самых радостных аспектов вынудили местных жителей четыре года назад принять участие в программе благоустройства. Окончательная цель ещё не достигнута, однако текущий результат уже вполне устраивает. Для детей у нас появится, вот видите, спортивная площадка прекрасная, она единственная вообще в этом большом микрорайоне, и по её загрузке вы видите, что она востребована, детей много, сейчас придёт ещё раза в три больше детей. В целом двор на порядок стал лучше, чем был. На финальной стадии завершения ремонта в Феодосии находится 16 улиц. Около 80 миллионов рублей было выделено на благоустройство города. У нас завершаются работы по благоустройству шести дворовых территорий в рамках соглашения с правительством Москвы, а также у нас в рамках формирования современной городской среды. Пять общественных территорий, пять скверов. Работа, всё равно, завершается. До первого июля все будут работы завершены. После того, как объекты будут отремонтированы и благоустроены, останавливаться на достигнутом никто не планирует. Феодосия – город большой, а значит и работы в нём много. Доуч Ахалов и Саид Влеляев, телеканал Меллет, Феодосия.